Недавно смотрел очередной фильм о Шамбале, Атлантах, Кайласе и всем остальном прочем. Услышал много бреда, хотя и вычленил одну для себя очень интересную вещь, которую много лет недопонимал. Так вот о бреде. Это моя любимая тема. Я услышал рассуждение одного очень маститого прохвессора, историка, автора многих изотерических книг, его рассуждения о великанах. И я понял, что этот товарищ с умным видом лжец. Расскажу, почему у нас на планете действительно существуют останки скелетов. Я точно знаю несколько мест, где были еще в советское время найдены скелеты у нас здесь, на территории Украины. И были очень быстро собраны и увезены в белокаменную, собственно говоря, и так далее. Но вопрос не в этом. Почему, как и что? Откуда они взялись? Я вам скажу просто один тезис, который вы, когда над ним подумаете, то поймете и примете. Почему вот эти полубоги были выше человека, были 6-метровые, 8-метровые, 16-метровые и так далее. Ну, понятно, там в разумных пределах. Почему, чем они отличались от нас? Ну, скажем, от нас-то отличались многим. Вопрос от наших прав, от наших исконных, которые создавали нас, они отличались немногим. Это были представители разных рас. Но почему у них был такой достаточно большой, порой гигантский рост? Я вам скажу, что если нас отправить в глубокий космос, мы там родимся и будем расти, то тело, не испытывающее воздействия гравитации, достигает вот таких размеров. И поэтому зависит только сколько поколений выросло в открытом космосе, на этих гигантских кораблях, вот и все. Это просто космонавты, которые росли без влияния, соответственно, правильно, силы тяжести. А искусственная гравитация не компенсировала им. И поэтому, конечно, когда они попадали на Землю, им было некомфортно вес. Ну, соответственно, и рост. Но ничего другого. О том, что лемурийцы были 26 метров в высоту, а, соответственно, атланты там 16 или 9 или 6, это бред. Это бред. Мы создавались в комфортном росте для существования в условиях нашей гравитации. Вот и все, мои дорогие. Что я хотел сказать вам о великанах, лемурийцах и атланках.